Здравствуйте, друзья! 29 декабря 2019 года в Кремниевой долине Вы видите, что творится Тут вот облака впереди, солнышко светит Все хорошо Полдвенадцатого дня И тема у нас сегодня Это Свобода слова такая Как бы в онлайне На тусовках, на всяких форумах В комментариях Ютуб-каналов и так далее Практически все люди, которые Ведут каналы Ну, как бы, да, все сталкиваются С тем, что какой-то неадекват Приходит и высказывает Нечто, оскорбляя Других людей, матеряясь там и так далее И как бы вот этот Неадекват постоянно жалуется Когда его куда-нибудь удаляют Там убирают Что типа права его нарушил кто-то И блогеры В этом смысле В отношении неадеквата Делится на две категории Значит, есть блогеры Которые к помойке Относятся так Они говорят Хороший комментарий Плохой комментарий Лайк или дизлайк Это без разницы Это все Идет по категории Как бы там User engagement Да, то есть человек вовлекся Вовлекся То есть он Как-то отреагировал Никто не считает Он там Положительно отреагировал Или Негативно отреагировал Но это все Engagement Это все помогает Продвижению Видео И так далее Поэтому пусть пишут что угодно Пусть собачатся Пусть матерятся Пусть там что-то Они говорят Вообще даже не читают То есть есть блогеры Которые и читать не станут Что там в комментариях идет Это правда тоже Бывает Но Есть места как бы чистые А есть места грязные То есть в чистых местах Владельцы каналов Как бы посматривают Чтобы не было склок Оскорблений Какого-то расизма Фашизма Нацизма И так далее И так далее Вот Ну а где-то Значит Менее жестко Отсеивают На самом деле Если мы посмотрим На большие такие Сайты Ну вот Если там Фейсбук Например То На фейсбуке Например Как бы Ну как бы Человек может Писать там Какие-то Ненавистнические Сообщения Да Он может писать Там Что-то И против черных И против желтых И против латинос И против евреев Против кого хочет Может То есть Как бы Вот у них такая Политика Что они Ну говорят Да пусть говорит Да Значит Ну мы говорим В данном случае Про блогеров И Есть блогеры Которые Говорят так Ну Что-то он зря Или скажем У нас на канале Не положено Никого оскорблять Я В этом смысле Может быть Принадлежу К Такой группе Достаточно жестко Модерируемых Форумов И там Каналов Потому что Я Я исхожу Из того Что ни один Человек Не пришел На наш канал Для того Чтобы его Оскорбили Это с одной стороны С другой стороны Канал Существует Не для того Чтобы быть Платформой Для Выражения Каких-то Взглядов Которые Я считаю Неприемлемые Как бы В публичном месте Ненавистнические Так скажем Да Там Российские Фашистские Кроме того Есть еще один момент Значит Всякая Такая Всякие Общественные Форум Форум Создается Усилиями Каких-то людей Он не существует Сам по себе Вот скажем Наш канал Не существует Сам по себе Он существует Потому что Есть человек Который Тратит свое время Там силы Деньги Там я не знаю Чего тратит Душу Вкладывает Но это уже Так сказать Можно Наплевать Но тем не менее И Каким-то трудом Каким-то усилием Создается такое место И дальше Создается оно Для определенных целей И вот Какой-то человек Тут Где-то Он там Жаловался на меня И говорит Что я Имею право Высказать свое мнение И да И нет Если ты пойдешь И создашь Себе Свою Какую-то Платформу И на эту Платформу Будут Приходить Люди Которые Туда Пришли Чтобы Услышать Твое мнение Флаг Тебе в руки Подписчики Там Монетизацию И ради бога Ну Кто же Кто же против Но ты-то Приходишь В такое место К созданию Которого Никакого отношения Ты не имеешь Ты не участвовал Никогда В дискуссиях Первый раз Мы тебя тут видим И ты с первого раза Начинаешь что-то высказывать Своё мнение Теперь давайте Мы про мнение Значит Я как человек Жестко модерирующий Могу сказать Что мнение Меня абсолютно Никак не затрагивает Даже если оно Скажем Кардинально Расходится с моим Мне на самом деле Даже интересно То есть Когда человек Со мной согласен Ну так он согласен Когда у него Какое-то мнение Другое Я начинаю так думать Может там что-то есть Там пытаюсь как-то Для себя что-то такое Найти интересно Вот Но Проблема в том Что они Не высказывают мнение Или скажем так Они его высказывают Но одновременно С оскорблениями В адрес других людей Или Лексикой такой Как бы Неприемлемый И так далее И вот эти люди Которые Приходят Чтобы кого-то оскорбить Значит Они говорят Меня за моё мнение Забанили Не разрешают Высказывать мнение Это неправда Не было ни одного человека У нас на канале За всё время Которое там существует Чтобы кого-то Забанили за мнение Или удалили Допустим Его сообщение Да Я Я стараюсь не банить Если можно не банить Не то что я там Какой-то Алчный В этом смысле Вот Но Да не за мнение Есть такой анекдот Знаете как Там Один еврей Другого встречает И говорит Слушай Абрам Я помню Ты хотел поступить В театральный институт Так тебя взяли Или что А тот говорит Вот как наши Эти комментаторы Он говорит Ты знаешь Говорят Что у меня плохая дикция Сволочь Антисемиты Поэтому Поэтому меня не взяли Понимаете То есть у него дикция Действительно плохая То есть не то чтобы Понимаете Они бы и русского И татарина И корейца Тоже бы не взяли Потому что у него Плохая дикция Но в данном случае Он начинает говорить Что это его не взяли Потому что он еврей Есть такая Есть такая проблема Допустим У наших ребят Но Я хочу сказать Что вот у этих комментаторов Тоже есть такая проблема Значит Они приходят Матерно Оскорбительно Мерзопакостно Высказывают Какое это мнение Я не берусь Это мнение Как бы охарактеризовать Это не имеет значения И когда там что-то удаляют Или их забанивают В зависимости от степени Так сказать Грубости происходящего Вот Они значит Это возмущается Говорят За мнение его Какое мнение Я не знаю Вот Понимаете Вот эта проблема Когда Хочется Чтобы тебя услышали А сказать нечего И Я понимаю С другой стороны С другой стороны Мы все жили там А многие продолжают жить Значит в отечестве Мы Мы все понимаем Что люди разные Мы знаем Какие они бывают Люди Разные тоже И мы понимаем Что есть какое-то количество людей Для которых Скотская форма общения Это норма Они другой не знают Знаете Был такой Анекдотец Как чувак Освободился Ну Из мест заключения И так вот идет Там Не знаю Гуляет по городу Солнышко светит Настроение хорошее И Видит Мальчик там Маленький В песочнице Знаете там Копает Что-то там Песочек этот Там В пасочки Насыпает В формочке Вот И так ему хорошо Значит И он Умилился На ребеночка Так вот У него что-то В душе потеплело И он Смотрит на него Умильно И говорит Балдеешь Падла Вот Значит Понимаете Он по-другому не умел Он Он выразил Свои теплые чувства Как мог И вот этих вот Как сказать Таких Бытовых уголовников Отмороженных Их есть Они где-то есть Они существуют Вы их все видели Слышали Они очень активно Ходят по форумам И что-то пишут Они искренне Друзья Они искренне Возмущаются Когда их Куда-нибудь удаляют Или падят Потому что Для них Прийти и нагадить В чистом месте Это естественное Состояние души Больше того Если они видят Это чистое место Их туда тянет Потому что это как-то Для них какой-то Новый опыт Вот приходишь куда-то Все комментарии Такие добрые Хорошие Вот И они туда И давай туда Что-то такое Подпускать Ну В общем Что сказать Я К чему клоню Ой какая Замечательная тачка Друзья Справа Я не знаю Вам видно Нет Нечто совершенно Потрясающее Что-то мне напоминает Не могу вспомнить Что Да И женщина такая Блондинка там За рулем Так вот Друзья Что я вам хочу Обещать Что я Защищал И буду Защищать Наш канал От всех Форм Уродства Ну 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 Классификацию Соответственно Вам придется Поручить мне Потому что Больше некому Да Вот то что я буду Классифицировать Как уродство Я буду вычищать И в зависимости От степени Так сказать Этого уродства Где-то я могу Просто удалить Где-то я могу Вместе с человеком Отправить И так далее У нас есть правила Кстати Я не делаю Это по наитию Или По каким-то Таким Импульсам Своим У меня есть правила Записанные Эти правила Я написал В тот момент Когда у меня Появились модераторы В наших чатах В стримах Да У нас есть там Модераторы И я когда-то Вот Когда ребята появились Я спрашиваю А как И я написал правила И вот Они есть Они совершенно четко Там Прописаны И в общем Как бы С первого раза Были признаны Разумными Теми Кто у нас Модерирует Поэтому Вот Они есть То есть у нас Есть написанные правила Вы можете сказать А почему вы их Не опубликуете Я не знаю А куда их Куда я их повешу И собственно Кто там их будет читать Понимаете Я Но они есть И на самом деле Я думаю Что всякий Элементарно Нетравмированный человек Он Он в общем-то Понимает О чем идет речь И естественным образом Ничего нарушать не будет Так же Как например Когда говорят Про какую-то Жуткую Там в Америке Ювенальную юстицию Что вот она Там чуть ли там Детей не забирают У родителей И так далее Я не знаю Ни одного человека У которого были бы Проблемы с ювенальной юстицией Вот Правда Ни одного не знаю У всех все хорошо С детьми Там С женами Я не знаю Ну все хорошо Нормальный адекватный человек Никогда не попадет В проблему С ювенальной юстиции Там Если вы будете детей Шлепать в магазине Конечно То есть у вас могут Возникнуть проблемы Вот А так А так нет Я за свою жизнь Своего ребенка Ни разу не шлепнул Правда Даже вот мы там жили И казалось бы Это достаточно Распространено было Нам никогда в голову Не приходило Что можно ребенка шлепнуть Вот Так что Такие дела Все Друзья Значит Вперед К победе Так сказать Выражение Мыслей Не оскорбительным Для других людей Языком Если кто может Конечно Если кто не может Ему остается Просто смотреть И не высказываться А Был Интересный Хотел закончить Вспомнил Мужичок один был Он приходил Ну примерно Раз в месяц Приходил И что-нибудь Такое писал Такого Знаете Республиканско Антилиберально Такого Фашистского Такого плана Среди наших Соотечественников Очень много Национал-социалистов То есть реально Фашистов Которые почему-то Стыдливо Называют себя Республиканцами Настоящие такие Национал-социалисты Без всяких там Скидок и так далее И вот они там Ходят И он приходил Просто чтобы Так что-то Политическое написать Он не участвовал В разговорах Он просто Использовал нас Как платформу Для пропаганды Не выражение Мнения Не-не-не-не-не А мнение Речь не шла Он просто там В поп Как бы сказать В строку Или не в строку Или там В лыка Или не в лыка Он что-то такое писал И в какой-то момент Я подумал Что это неправильно И его Так сказать Изолировал От этой деятельности Где-то там К кому-то я зашел Я не помню К кому Из там Дружественных блогеров Что-то я там посмотрел Так он уже там писал Что школа наше говно И сам я в общем-то Такой там И так далее То есть откровенный урод Друзья То есть во всех отношениях Урод И вот он там Как-то вот он обиделся Ну это правда Вот они Альтернативно одаренные Люди Вот они обидчивы Так что Я вам обещаю Друзья Что Вот этот Как сказать Аспект Альтернативной одаренности У нас представлен Не будет Счастливо Альтернативной одаренности Альтернативной одаренности